Они помогают людям. Однако иногда сами нуждаются в помощи. В стране все чаще нападают на врачей скорой медицинской помощи. Как намерены обороняться медики и защищает ли их закон, выясняла Ирина Камышова. Республики 35, школа номер 3, да, общественного. Все хорошо, как вы ожидаете? Бригада 42, на вызов 42, бригада. Тот случай, когда спасая чужие жизни, подвергаются опасности сами. Когда скорая переходит к обороне. Когда даже проблемы заторов на дороге уже кажутся не такими серьезными. Это говорят они, вот это ртом, что-то мы не слышим, что они говорят. Но мы, наверное, матерят. Ну, а в основном, основная масса нас пропускает. Не трезвые, неадекватные и агрессивные. Какой попадется пациент? Вот новая головная боль не от ложки. Рукопашный бой с водителем скорой, нападение с ножом на фельдшера, упрямые автолюбители. И это только то, о чем говорили СМИ. В последний раз один пожилой мужчина был, пьяный. И он получил травму головы. И мы ему оказали первую помощь, когда уже начали госпитализировать. На дороге он на машине начал кулаком уже нападать на меня. И мы остановились. Но все равно потом уже через 102 госпитализировали больницу. По инструкции медработник должен убедиться в собственной безопасности, а потом оказывать первую медпомощь. Если фельдшеру угрожают, вызывать полицию. Но на практике, и такое все чаще, бригаде приходится помогать в первую очередь пациенту и только позже заниматься обороной. Отдать отпор хулигану, значит, едва ли не развязать драку. Никаких тебе газовых баллончиков, электрошокеров и прочих средств самозащиты. Заранее готовиться к войне мы не будем. Но я за другое. Если бы нас приравнили к категории оперативных работников, полицейские, пожарники, нас защитил бы закон. Нападение на сотрудников скорой медицинской помощи оценивалось бы как нападение полицейских. Это бы лучше защитило бы. Сейчас это оценивалось как хулиганство. Меры наказания за нападение на медицинских работников необходимо прописать отдельной строкой в законодательстве, уверены юристы. Так же, как и регламентировать их право на самооборону. Юрист Марат Башимов и вовсе предлагает по полной снарядить бригады неотложки средствами защиты. Снабдить их, знаете, медицинскими вот такими сейчас электробраслетами есть, чтобы они могли быстро нажать на вот эту самую кнопку и вызвать близ находящихся сотрудников правоохранительных органов газовыми баллончиками. Это должно государство. Не будешь из-за своего кармана покупать. Может быть, даже электрошокерами. Законодательно проработать, юридически проработать и наделить их полномочиями по своей защите. Посягательство на жизнь врачей – это тоже посягательство на деятельность вообще государственной политики в области защиты прав людей, права на здоровье. Вопрос ужесточения ответственности за нападение на врачей сейчас обсуждается только обывателями. А работники скорой вновь отправляются спасать жизни. Надеюсь, что очередной вызов не завершат в карете скорой помощи только уже в качестве пациента. Ирина Камышова, Каната Бильдин. Итоги дня.